Спортивное соревнование «Тактическая троеборья» состоит из трёх видов упражнений – ближний бой, трудная мишень и бункер. Во второй день фестиваля «Православный воин» ребята проходили эти спортивные испытания в формате военно-тактической игры «Лазартак» и стрельбы из пневматического пистолета. На площадке фестиваля Дивеевского района Нижегородской области собрались разновозрастные участники из военно-патриотических клубов страны. Среди толпы мальчишек можно было заметить и представительниц прекрасного пола, которые с решительностью и азартом выполняли все боевые упражнения. Я посмотрела на моих друзей, как они занимаются, и мне это стало интересно. И я решила попробовать. И когда я попробовала, меня это довольно сильно заинтересовало, и я продолжила заниматься. Мы здесь делаем много чего. Мы соревнуемся, играем, то есть интересно проводим время. Мы можем драться, мы бьем по груши, изучаем всякие упражнения, всегда работаем в парах, бьем, готовимся к соревнованиям. История фестиваля началась в 2013 году. Первые соревнования проходили под названием «Форпост». Через год мероприятие стало называться «Православный воин». В этот раз фестиваль проходит в девятый раз. Статус международного он получил за счет обширной географии участников. Это ближнее и дальнее зарубежья, различные регионы России. Фестиваль организует Нижегородская епархия, Нижегородская метрополия при поддержке войск Росгвардии, Париорского федерального округа, администрации Дивеевского района и автономной некоммерческой организации культурно-спортивный центр «Казачий остров», город Цару. Цель фестиваля – собрать на одной площадке военно-патриотические клубы, кадетские корпуса, классы, объединения. Фестиваль собирает в одном месте военно-патриотические клубы страны для обмена опытом, участия в мастер-классах. В основную программу фестиваля «Православный воин» входят соревнования разведгрупп, турниры по казачьему кинжальному бою, тактическому троеборью, фланкировке казачьей шашкой. Для всех участников на территории фестиваля устанавливают жилые палатки и казармы. Здесь же располагается столовая. Один из поваров на полевой кухне – ветеран боевых действий. Ездим в Дивеево, умываемся, в столовую ходим, играем. АРБ – это рукопашный бой. А еще? Еще есть кинжальные бои, еще фланкирование шашками. Члены жюри фестиваля фиксировали результат команд на соревнованиях, подводили итоги каждого дня и честовали победителей на церемонии награждения.